Если вы действительно хотите узнать что-то новое, до мельчайших подробностей, учиться нужно у лучших. Беда в том, что многие люди заявляют, что они эксперты, а на самом деле они говно. Они даже выступают на каких-то специальных конференциях, они часто ведут свои телеграм-каналы, хотя там может быть за ними и целая редакция, или какой-то копирайтер сидит. Они хвастаются своими дипломами, причем бывает что нелепыми, типа выпускник бизнес-молодости, или какими-то званиями, типа академика Академии Астрологических Наук. У экономистов есть самое смешное звание, это, конечно, квалифицированный инвестор. Об этом очень хорошо написал Александр Елисеев. Этот статус выдают всем подряд. Людям, которые делали сделки по 100 рублей в месяц на протяжении года, а потом крутанули биржевые пифы без комиссий до достижения нужной суммы. Квалифицированным инвестором может стать буквально любой бомж. Например, студент-выпускник профильного вуза, даже если он ни разу в жизни ни одной акции не купил, и даже приблизительно не понимает, как это сделать. Людям, которые буквально пару дней нюхали 6 миллионов рублей на своем счете от продажи бабушиной квартиры. Здесь нечем гордиться, но каждый второй предводитель хомячья в пульсе считает обязательным указать, что он квалифицированный инвестор. Впрочем, мотив понятен. Это создает иллюзию опыта и компетентности. Но это может служить детектом. Если человек расценивает статус Куала как достижение, то, в общем-то, он ничего из себя не представляет. Вспомните об управляющих активами, которые постоянно цитируют Уоррена Баффета. Они, конечно, звучат в точности как Баффет, вопрос лишь в том, умеют ли они инвестировать как Баффет. Чарли Мангер, кстати, соратник Уоррена, когда-то сказал, «Весьма трудно отличить хорошего управляющего от того, кто просто ловко болтает». Так как же распознать имитатора? Я обратился к блогу «Фарном стрит», и там Шейн Перриш, его руководитель, советует обращать внимание вот на что. Имитаторы не умеют правильно подбирать слова. Они объясняют понятия только теми выражениями, которые случайно где-то ухватили. Ну, или, может быть, прочитали в книжке, это в лучшем случае. Как правило, речь имитаторов полна жаргона. И из-за того, что они не полностью понимают идеи за определениями важных терминов, они не могут адекватно исправить или адаптировать свою речь, чтобы объяснить что-нибудь для школьника или только для того, кто начал изучать предмет. Клише, шаблоны, дословные цитаты – это первые маячки имитатора. Ему трудно переформулировать чужие мысли, потому что своих-то у него нет. Имитаторы часто сильно расстраиваются, если сказать им, что вы чего-то не поняли. Это как раз из-за того, что вместо опыта они предоставляют вам видимость опыта. Такую видимость довольно сложно поддерживать, если вдруг приходится вдаваться в детали внезапно ради более подробного объяснения. Настоящие эксперты свой опыт заработали и готовы им поделиться. Они не будут выдавать разочарования. Наоборот, они обрадуются. Почему? Ну, потому что если ваше любопытство искреннее, и вы действительно хотите разобраться в том, что эксперту глубоко интересно, ну, он за честь поделиться своими мыслями. Эксперты спокойно рассказывают о своих провалах. Некоторые даже любят об этом рассказывать. Эксперты признают, что это необходимая часть обучения, и зачастую будут говорить о том, что не ошибается тот-то, ничего не делает. А имитатор вряд ли будет признавать ошибки. Почему? Потому что он боится больше всего испортить свой публичный имидж. Потому что у него имидж победителя. Он не может, он безупречен. А при этом у эксперта и успехов, и провалов будет много. А у имитатора вряд ли. Он ошибок не совершал. Имитаторы не понимают границ своих знаний. Эксперты знают, что они знают, и довольно точно представляют себе те области, в которых разбираются не очень хорошо. Они понимают, что у знаний есть границы. И честно заявляют, что в какой-то момент находятся рядом с этой границей, и могут внезапно выйти за круг своих компетенций. Они об этом предупредят. А имитаторы так не могут. Они не чувствуют, что пересекают границы вещей, которые никогда глубоко не понимали. Я много раз рассказывал про эффект дайнинга Крюгера, когда любители вдруг начинают думать, что все прекрасно понимают. Как раз тот случай. Имитаторы не могут ответить на глубокие вопросы. На то, чтобы изучить мелкие детали, часто могут уйти годы. Причем не только теории, но и практики. Тут, кстати, часто валятся вузовские преподаватели, которые могут годами читать свой курс про облигации, но при этом никогда их не покупали. Или рассказывать про алгоритмы, которыми никогда не пользовались и не пытались писать код. Поэтому имитаторы зачастую не понимают идей, о которых говорят. Их знания поверхностные. Если спросить их о самых базовых вещах, или наоборот, о нестандартных случаях, ответов у них не окажется. Базовые вещи — это принципы. Шейн Перриш, на исследование, которое я ссылаюсь, с блога «Фарным стрит», он приводит отличную аналогию между тренером команды и его помощником. Помощник — это имитатор. Ну, здесь причем ничего плохого нет. Вопрос в том, за кого он себя выдает. И тренер, и помощник начинают с того, что существовал до них. На кромке поля и по телевизору они выглядят абсолютно одинаково. Разница в том, что происходит, когда на поле идет что-то не так. Да, и у тренера, и у помощника будут какие-то заготовки. Но только тренер способен понять, почему что-то пошло не так, и поменять игрокам, например, исходные задания. Тренер понимает, почему кто-то должен был бежать туда, а кто-то в другую сторону, и почему это не произошло. Что и кем было сделано неверно. У помощника таких знаний нет. Он не может понять, например, что правильная изначальная идея наткнулась на домашнюю заготовку соперника. Или что игрок был просто не в силах выполнить то, что тренер его попросил сделать. Илон Маск говорил, что имитатор работает по аналогии, а тренер по базовым принципам. На работе мы обычно где-то между этими ролями. Часть действий мы по базовым знаниям видим, а часть по аналогии. Тим Урбан из сайта WaitBatWhy приводит еще одну отличную метафору. Это как будто разница между поваром и шеф-поваром. Несмотря на то, что эти термины часто используются как взаимозаменяемые, есть нюанс. Шеф, он первопроходец. Он изобретает рецепты, их составляет. Он знает, как совмещать исходные ингредиенты, чтобы получилось вкусно. А обычный кулинар, что он делает, он смотрит готовый рецепт. Он готовит блюдо иногда с небольшими изменениями, но это блюдо было придумано до него. Если рядовой повар потеряет рецепт, ему хана. А вот шеф понимает, как комбинировать продукты на фундаментальном уровне. Посмотрите, кстати, мультикрататуй. Вот именно про это. Шефу не нужна бумажка с рецептом. У него реальные знания, а не механическая технология, которую он увидел по телевизору или узнал на курсах. А вот основная мысль. Многие из нас узнают о предмете не из учебника или даже не из интервью эксперта. У меня, кстати, это основной, наверное, сейчас случай, потому что я много подкастов смотрю, а из какой-то легкой, понятной статьи на популярном сайте. Или еще страшнее, из короткого видео. А теперь подумайте о разнице между статьей журналиста и научной статьей в рецензируемом издании. Понятно, что популяризатор будет знать о предмете больше, чем случайный человек, но надо помнить, популяризатор, скорее всего, не эксперт. Он в чем хорош? Он может понятно и интересно рассказать об идеях. В результате популяризаторов часто считают экспертами. Я стараюсь записывать вам ролики, чтобы вы случайно не доверили деньги какому-нибудь Алёше. Ставьте лайки, если цените мои усилия. Но наверняка у вас возник резонный вопрос. Как так получается, что даже Марков не эксперт? Но, к сожалению, мы вынуждены наделять популярных людей орелом всемогущества. Смотрев какого-нибудь модного рэпера, наивная молодежь уже мечтает видеть его президентом США. Хотя старшие знают, что голосовать-то нужно за Хэтфилда. Дело в том, что наш мозг терпеть не может неопределенность и постоянно все упрощает. Кандидат экономических наук с кучей шляп рассказывает вам, как устроен мир финансовых рынков. Но я не эксперт, например, в политике или в спорте. Так почему же вы ждете экспертности от спортсмена в области политики или от какого-нибудь музыканта в области, не знаю, обществоведения? Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый. В психологии есть такой термин конфабуляция. Он означает заполнение пробелов в памяти или добавление деталей. Потому что наша память довольно необычно устроена, она постоянно перезаписывается. То есть, если часто что-то вспоминать, то первоначальное воспоминание, оно не то что сотрется, оно перезапишется. Оно обрастает выданными подробностями и потом мы можем сильно удивиться, когда вот эти подробности начнут расходиться с реальностью. Теперь пара слов про образование. Вопрос, который мучает многих из вас. Начертам не этот диплом. Вы удивитесь, но главная фишка учебы в УЗИ не в том, чтобы вы освоили знания какие-то по профессии и стали экспертом, наконец-то. И даже не в том, чтобы вам было, что показать при приеме на работу. И даже не в том, чтобы обрасти суперзнакомствами с фаундерами и кофаундерами и инвесторами, как я уже говорил. Это не главное. Фишка высшего образования в необходимости готовиться к семинарам, писать курсачи. Это ваш навык учиться, способность удерживать внимание. Навык долго заниматься скучными вещами, которые не дают прямого результата сразу. В процессе написания курсовой, ну и не только диплома, вы научитесь работать с источниками. Если вы свой диплом не купили, можете прижать его груди, пустить скупую слезу, потому что пока еще нейросети вас не заменили. Почему? Ну, потому что они еще плоховато работают с источниками. Они не видят разницы между источником правдивым и между фейком. Но расслабляться не стоит. Дело в том, что даже, кстати, я сейчас не про информационные войны, а про то, что зачастую обман дело выгодное. В американском новостном агентстве BuzzFeed выяснили, что в период выборов 2016 года, сами понимаете, куда, 20 главных фейковых новостей принесли запрещенной сети Facebook, больше дохода с рекламы, чем правдивые публикации. Речь про конкретные суммы, они подсчитали, что вот фейковые новости принесли 8,7 миллиона долларов против 7,3 миллиона долларов за правдивые новости о том же самом. А у нас вместо коварных корпораций заняли мошенники. В 2022 году им удалось выманить из карманов россиян 14 миллиардов, ну, хорошо, хоть не долларов. В прошлом году сумма была на 4 миллиарда меньше, но все равно десятка миллиардов рублей. Подлецы даже умудрились украсть 30 миллионов у целого академика, у профессора биологии. Никакого уважения к эволюции. Ну, а если люди так легко доверяют свои деньги другим, представьте, с какой легкостью они будут доверять свои проблемы или вопросы. все потому, что имитатор говорит на языке эмоций. Ведь сухие факты и статистика запоминаются плохо. Еще имитаторы любят создавать вау-эффект на пустом месте. Они знают о нашей склонности обняться против общих врагов, например, ну и часто создают их в лице типа глупых учителей, коварного государства или неблагодарных соседей. Совсем недавно, я думаю, что еще в 20-м году это было супер распространено, был просто расцвет всевозможного менторства, коучинга, всякой молодости. Горы удивляли нас новыми открытиями. Образование устарело, учителя неэффективны, государство душит, да и вообще вокруг одни идиоты. Ну, кроме Тони Роббинса, который собрал олимпийский и несколько миллионов долларов он еще тоже собрал, чтобы имитаторы крикнули ему «Да!». Прикол вашей училки по-русскому в том, что вы можете понять этот ролик и написать изложение своими словами. Мария Ивановна не позовут, наверное, быть тренером эффективности или тренером личного роста, но плодами ее работы вы пользуетесь вообще-то каждый день. Так что жду краткие рефераты этого видео в комментариях и, пожалуйста, без нейронных сетей. Что вы усвоили сегодня, а? Вы же эксперты в просмотре видео. Имейте в виду, человек, который рассказал миру о каком-то предмете, не всегда является экспертом. Я умею интересно рассказывать об экономике, о финансовых рынках, но не люблю, когда меня называют экспертом. Эксперты это Чарли Мангер, Джим Лошонесси, Стэнли Дракон Миллер, Говард Маркс. Это люди, которые настолько глубоко разбрались в вопросе, что нужно обращать внимание на каждое их слово. И, кстати, заметьте, насколько эти слова осторожны. Ну, а я скорее популяризатор инвестиций, да, с неплохим знанием финансов экономики. Я не умею предсказывать рынок. Эксперты предсказаниями вообще не занимаются. Редактор субтитров А.Семкин